Продолжаем отвечать на вопрос, откуда в Энгерманландии такая любовь к Ирландии. В прошлый раз мы уже поговорили, и вот средневековник, кстати, если вы не смотрели ролик, ссылка будет, рекомендую. Поговорили о том, как в 17-18 веке множество ирландцев оказалось в Америке просто в качестве рабов, из-за зверств лорда-протектора Оливера Кромвеля. В конце концов, как Ирландия пробудилась к новой независимости во время сначала Американской, потом Великой Французской революции, и как она попала в Униадское, то есть Объединенное Королевство Англии, Шотландии и Ирландии в 1801 году. На этом мы остановились, и именно с этого мы начнем сегодня. Начнем где? Да, все там же. Мы по-прежнему в гостеприимных стенах уникального в своем роде Папа-музея, Майкл Коллинз, которые создали два отличных парня, Игорь Демидов и Евгений Рене. Заходите и не пропускайте ролики. С вами Клинзуков. Поехали! Не так. В 1801 году провозглашен акт о создании Соединенного Королевства. Фициальный флаг Юнион Джек в виде двух крестов прямого и андреевского красного цвета на синем поле с белой каймой, который развивается над Британскими островами и по сей день, правда, в несколько усеченном виде теперь эти Британские острова. Как это получилось? Об этом мы сегодня и поговорим. Получилось это не очень хорошо, потому что в составе Королевства Ирландии вроде как стало не очень хорошо. Потому что первым делом, ну раз уж Королевство теперь единое, нужен единый парламент. И вот Ирландский парламент прямо запрещен и теперь всем Королевством управляет единый парламент в Лондоне. Ну а мы вроде как помним, что католикам избираться в парламент сначала было совсем нельзя, потом вроде как стало немножко можно, но все-таки не в полной мере. То есть ирландское население, а остров по британским меркам-то, в общем, и не самый маленький, тем не менее население заметно притеснено. И вот теперь нужно поговорить о том, какое там жило население. К началу 19 века, давайте как в России приблизительно, 86% это крестьяне, занятые в сельском хозяйстве. Как они этим сельским хозяйством занимались? Господствовали в основном две формы сельского хозяйства. Это или, собственно говоря, производство еды, которая растет из земли. И чем дальше, тем больше оно производилось в крупных латифунде, где простые ирландцы вынуждены были арендовать землю. Или это было прямо скотоводство. На прекрасной ирландской зеленой траве замечательно произрастали, самое главное, овцы. Овцы давали шерсть, из шерсти делалось сукно, из шерсти делались в том числе паруса для кораблей, куртки, носки. И, естественно, в обязательном порядке ткань для солдатских мундиров, потому что государственный заказ это самое лучшее, что может быть. И прочее, прочее, прочее. Ну, а ирландцы там было не шибко здорово. Вроде бы сельское хозяйство растет, его все больше. А простому ирландцы не очень здорово, потому что арендатор рано или поздно оказывался в кабале, потому что он не мог одновременно платить аренду и одновременно налоги. А нужно платить и то, и то. Кроме того, не нужно забывать о взятках, которые в обязательном порядке будут требовать местные чиновники. И вот как только арендатор не мог этого платить, ну, так вот все в порядке, появлялись коллекторы, есть прекрасные фотографии, как арендаторов выселяли из незаконно занимаемой недвижимости. А просто там автодавровали таран и ломали стену, чтобы не возникало никаких сомнений, что в этом доме больше жить ты не будешь, потому что не сможешь. Словом, англичане ни в чем себе не отказывали. И чтобы как-то этому противодействовать, в 1825 году была основана католическая ассоциация. Сперва католический совет, а потом католическая ассоциация усилиями великого деятеля ирландской истории Дэниела О'Коннелла. Ему противодействовал созданный в Северной Ирландии, в Ольстере, оранжевый орден. Или орден оранжистов, или ложе оранжистов. Это далекие потомки, конструктивное развитие вот тех самых оранжевых парней, которые появились еще в 18 веке, которых мы рассуждали в прошлом ролике, ссылка будет. То есть, это протестантское меньшинство, которое проживает в Ирландии и противодействует католикам, в том числе абсолютно нелегальными методами террора. А также подкупа, запугивание, шантажа, ну и также прямой пропаганды. Но прямая пропаганда, естественно, была совершенно законной. Надо ли говорить, что контролировался орден оранжистов, или оранжевый орден, напрямую из английского парламента, английской знатью и нарождающейся мощной английской буржуазии, которые слились в едином таком экстазе. Почему они слились? А очень понятно, почему. Потому что неважно, феодалты, капиталисты, у тебя твои денежки и твой капитал во многом пополняются откуда? Из Ирландии. Почему? Потому что там дешевая рабочая сила. Кстати, только поэтому от ирландцев не смогли очистить Ольстер, то есть северо-восток острова. Почему? Ну, потому что если посидеть туда английских крестьян, английских крестьян так угнетать не получится. У них абсолютно равные гражданские права. А ирландцев, потому что они католики, можно. Поэтому сложилась такая довольно странная ситуация, когда в Ирландии живут ирландцы, окружая некоторое количество, там, 30-50 процентов, иногда гораздо меньше, если я говорю о северо-востоке, англичан, шотландцев, протестантов. Эта каша, кстати говоря, варится до сих пор и никак ее не расхлебать. Об этом я говорил в прошлый раз, повторюсь еще. Тем не менее, усилия О'Коннелла привели к некому положительному результату, потому что правительство Пилля вынуждено было предложить, в конце концов, закон об так называемой эмансипации католиков, то есть разрешить католикам равноправные выборы в парламент в Англии. И, наконец, 13 апреля 1829 года этот закон об эмансипации с огромными усилиями был протолкнут в британском парламенте. То есть теперь католики от лица католической церкви приносили присягу британской короне британскому парламенту и могли занимать все официальные должности, кроме должности лорда-канцлера. То есть главы правительства. И вроде бы все хорошо, и католики воспряли духом, в Ирландии, конечно, католики, создав народную партию. И вот теперь народная партия самым главным своим требованием выставляла следующее – отменить унию с Великобританией. Отмена по-английски называется словом «repeal». И люди, состоявшие в ассоциации «repeal association» назывались просто «repealers». Кстати, таких смешных слов у нас дальше будет не одно много. В ответ на это англичане пошли на издание так называемого «принудительного ирландского биля». То есть, понятно, «принуждение к продолжению унии». Это было во время правительства Грея. И лорд-лейтенант, то есть наместник английского короля в Ирландии, отныне мог запрещать любые народные собрания, любые демонстрации, любые митинги и по собственной воле, не советуясь центром, объявлять чрезвычайно, а то и прямо военное положение на острове. Для чего в Ирландию прислали 36 тысяч солдат и до 6 тысяч вооруженных полицейских. При этом правительство пыталось действовать не только кнутом, но и пряникам, потому что были отменены прямые церковные, точнее, не отменены, а сильно уменьшены прямые церковные налоги. А в конце концов, они были отменены вовсе. Ну и вроде бы тут появились некие шансы на примирение. Да просто почему? Потому что представители ирландских элит уже довольно давно были интегрированы в британский парламент, где они могли отстаивать свои и не только свои права. В 1841 году к власти пришло правительство консерваторов. Их усилия были направлены ровно на то, чтобы как-то придавить вот этих самых рыжих бездельников и вернуть их в статус-кво. И вот тогда Дэниел Коннелл снова начинает агитацию о репиле, то есть об отмене унии Ирландии и королевства. За это в 1843 году у Коннелла арестовали и бросили в тюрьму. И со середины, ну так, с 43-45 года начинается аграрный переворот, то есть массовый сгон оставшихся мелких арендаторов земли. Вот это очередной акт английского огораживания в Ирландии. Отменяются знаменитые хлебные законы, которые действовали еще в XVII веке. И начинается... Вот англичане умеют красиво, красиво выразиться. Вот с XVI века огораживание, когда крестьян сгоняли при помощи восстановления заборчиков земли, а за заборчиками бы послали овец. А теперь в Ирландии начинается очистка имений. Красиво, правда? Изящно выражаются. И все было бы хорошо, если бы в 1845 году Ирландию не поразил фитофтороз. Фитофтороз это такая примерская болячка, которая поражает картофель как во время его роста в земле, так и клубни во время хранения. Есть их нельзя. Они или гниют, или если не успевали сгнить, то они просто ядовиты. А что такое картофель для Ирландии XIX века? Это приблизительно 30% вообще всего сельхозвысила. То есть картошка с тех пор стала хлебом Ирландии. И, конечно, богатые люди эту картошку не сильно ели. Ее ели крестьяне, потому что она дешевая и в ирландской почве прекрасно растет. И вдруг, а раз, и она перестала прекрасно расти. То есть она как росла, так и росла, но она превратилась в гниль и прямой яд. И этот фитофтороз не покидал Ирландию до 1849 года. И чтобы вы не подумали, что ирландцам фитофтороза было мало, господь бог и природа вместе кинули им сверху острова еще и аномально холодную зиму. 1846-1847 годов, после чего урожая вообще не было. И начался массовый голод. Английское правительство как-то не очень сильно пыталось его парировать. И вот за время этого самого массового голода в Ирландии, по самым скромным оценкам, умерло до миллиона человек. А всего 8-миллионное население Ирландии приблизительно к 1851 году сократилось на 30-40%. Конечно, далеко не все они умерли. Это был бы перебор. Большинство из них эмигрировало. И, конечно, в основном в США. Сейчас в США проживает 40 миллионов потомков тех самых беженцев из Ирландии. Кстати, из их числа происходит президент Кеннеди и вообще весь этот бизнес-клан Кеннеди. Да и Генри Форд, небезызвестный вам, я уверен, тоже потомок тех самых картофельных ирландцев. И вот теперь-то, между прочим, у этих парней все пошло настолько плохо, что им просто стало нечего терять. И в 1847 году умирает лидер парламентской, как вы сейчас сказали, системной оппозиции Дэниел О'Коннелл. И его сменяет куда более радикальная партия, которая называлась просто Молодая Ирландия, а ее члены молодыми ирландцами или Младые Ирландцы они назывались. Вот они вспомнили о том, что вообще-то когда-то ирландцы умели в незаконные партизанские, прямо террористические объединения. Чем они сразу и занялись. Почему? Потому что 1848-1849 это огромная волна буржуазных революций по всей Европе. В это время в Европе работает Карл Маркс, Фридрих Энгельс, формируется манифест коммунистической партии и под феодальными монархами буквально трещат троны. И, конечно, вожаки и вожди молодой Ирландии это Митчелл, Даффи, О'Брайен, Мигер устанавливают сношение с французскими революционерами и начинают принимать энергичные меры по тому, чтобы прямо прямым военным восстанием силой удалить от себя британское правительство. Ну а британское правительство реагировало и, конечно, в первую очередь был отменен еще средневековый акт ХБС Корпус, то есть о неприкосновенности личности без доказательства вины в суде. В Ирландии применялись пытки. Самая простая пытка это была порка кнутом. Правда, англичане еще применяли такую замечательную затею, как надеть на голову промасленный льняной мешок, хорошенько его к голове приклеить и поджечь, после чего удалить горячую ткань можно было только вместе с кожей. Ну и как ты будешь потом поступать? Нехорошо. Вот я англичан за это резко осуждаю. Тем не менее, в горячей фазе прямой военной силой движение молодых ирландцев было в основном подавлено и подавлено оно было во многом еще экономическими усилиями. Почему? Потому что 40-е и 50-е годы это очередная промышленная революция. И вот северо-восточная Ирландия постепенно начинает превращаться вообще в промышленный локомотив всего Ирландского острова. Там работают в первую очередь мощнейшие верфи. К началу 20 века, например, из 60 трансатлантических лайнеров, которые катались в Америку и обратно, от 40 были сделаны именно там, в Ирландии. Помните фильм «Титаник», когда ирландский эмигрант говорит, это крепкий корабль, построенный крепкими ирландскими руками. Это правда. «Титаник» был построен именно в вольстерских северо-восточных графях. Но поднятие промышленности означает формирование мощной прослойки пролетариата рабочего класса, который сформирован по армейскому принципу. И в немалой степени на его основе в 1858 году создается знаменитое ИРБ, Ирландское республиканское братство, которое даст вообще толчок к рождению всех независимых движений в Ирландии, включая и знаменитую, самую знаменитую из них, ИРА, Ирландскую республиканскую армию. Организации возникают в 60-70-х годах не только в Ирландии, но и в Великобритании, и что важно в Америке, где, как мы знаем, проживает масса, миллионы ирландцев. При ИРБ возникают боевые отряды, которых называли просто фении. Фении – это члены знаменитых, древних ирландских воинских братств. Дружина, говоря по-нашему, по-русски. И вот фении готовят тайные вооруженные восстания, и прямо теракты. Кстати говоря, деятельность фениев, несмотря на всю ее, вроде бы, положительную направленность и очень большую яркость, она в данный момент была только во вред Ирландии. Почему? Да просто потому, что в Англии в это время была масса либералов, которые заседали в том числе в парламенте, которые пытались умиротворить часть королевства. И в этот момент конституционная борьба была куда важнее. В 1868 году правительство, наверное, самого титулованного и самого пожилого премьер-министра Англии Уильяма Глэкстоуна, который занимал эту должность вплоть до, по-моему, 86 лет. Во-первых, ирландский церковный биль, который превращает англиканскую церковь на территории Ирландии в равноправную церковную организацию с католиками. То есть отныне они обязаны конкурировать и вышивать сами без помощи насильно взимаемой церковной десятины или любого церковного налога. В 70-е годы принимается земельный биль, который в основном в главных пунктах отменяет незаконный насильный сгон арендаторов земли. И вроде бы поводы к революционной агитации и революционной борьбе против англичан были, если не устранены, то в большой мере нивелированы. Тем не менее, Уильям Глэдстоуну был не один. В это же время в Ирландии трудится еще один знаменитый деятель ирландской политики Парнелл. Парнелл выступал за так называемый гумруль, говоря по-русски. А если мы скажем по-английски, звучит несколько более красиво. Home rule. То есть самоуправление Ирландии в рамках Объединенного королевства. Заметьте, идеи О'Донелла и Репиллеров об отделении в данный момент Парнеллом не принимались. А террорист Феней Майкл Дэвид в это же время образовывает известную земельную лигу, которая так или иначе сближается с парламентской партией гумруллеров. То есть home rule. В это время Феней разделяются на две части. Две. Одна из них более умеренная, принадлежит к земельной лиге и так или иначе работает с парламентариями Парнелла. Парнелл работает непосредственно избранным в английский парламент. А другая часть Фенеев создает так называемый Орден Рыцарей Лунного Света. Почему-то просто потому, что они занимались ночным террором. Кстати, эти парни в конце концов выступили не очень здорово. Зарезав в парке Феникс в Дублине, лорда-лейтенанта Ирландии Кавендиша. Кстати, залезли они его совершенно зря. Потому что вот он-то был настроен к ирландцам. Предельно либерально. Ну а убийство высокого английского чедовника вместе с заместителем, причем убийство публичное, циничное, изверское, оно сразу свело на нет усилия либерального правительства Глэдстоуна. И началась английская реакция. Таким образом, Фенеи, хотя вроде бы хотели только хорошего, сделали много плохого. И в этот момент беда случилась с Парнелом. Потому что вскрылась неприглядная вещь. И у него оказалась ужас любовница. Это сейчас этим никого не удивишь. А тогда это была неприемлемая штука. Почему? Потому что борец за независимость Ирландии Парнел происходил из протестантов. Протестантская мораль таких фокусов не допускала. После чего сторонники Парнелла немедленно разделились внутри себя парнелисты и антипарнелисты. Одни его резко осудили и сказали, что с этим прелюбодеем мы не имеем ничего общего. Другие сказали, ну подумаешь, прелюбодей. Зато человек хороший. А Парнелл взял и через год помер. И таким образом, вот вся эта борьба, которая продолжалась на протяжении 30 с лишним лет, в основном свелась, да, вы знаете, практически ни к чему. Потому что Ирландия оставалась порабощенной и в первую очередь она оставалась порабощенной экономически. Потому что огромная часть Южной Ирландии – это сельское хозяйство, сосредоточенное в Латифундиях, где люди трудились буквально за еду. Какие бы ни были послабления, выстроенные Верховным английским правительством, и Семеро-Восток Ирландии, с его промышленностью, и армиями рабочих. Эти армии рабочих, между прочим, постоянно пополнялись разоренными крестьянами. И разоренные крестьяне вынуждены были почти забесплатно работать на прокладке железных дорог, на самой черной работе на заводах, уезжать в Англию, работать там. Поэтому в данный момент мы наблюдаем уникальную вещь. А в чем эта уникальная вещь? Одна из стран Западной Европы, которая располагается прямо практически в центре британского содружества, в митрополии контролируется колониальным министерством. По сути дела это такая же колония, как часть Африки, часть островов Тихого океана и так далее и тому подобное. Белые люди, христиане являются колонизированным народом. А, конечно, это не могло привести ни к чему хорошему. Из-за реакции, в первую очередь реакции экономической, ирландцы, имея огромный опыт как парламентской, так и подпольной борьбы, переходят к действиям совершенно иного масштаба, которые подогрела, конечно же, Первая мировая война, развернувшаяся в 1914 году. Об этом мы поговорим в следующий раз, оставаясь в гостеприимных стенах уникального в своем роде паба-музея Майкл Коллинж в Москве на Цветном Боливаре 21. Заходите к нам и смотрите ролики. С вами был Клинзуров.